Описание блуда лучше, ему бы блокбастеры режиссировать. Спасибо за прохождение, лично мне нравится Нойз больше, чем Коджаку, и не кушай подозрительную еду, блуд. Животик, не боли. Скиньте, пожалуйста, на Яндекс деньги, пожалуйста, 1-2 рубля, пожалуйста, ну пожалуйста, ну киньте, ну денюшек, ну киньте, ну бля, ёбаный рот, ну шо вы не люди, ну киньте, ну рубль 2-3-4, хуяко, бля! Так, ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линус, и мы дальше продолжаем играть в Драматическое убийство. Это будет хорошая концовка на Нойза, мы тут остановились на том моменте, что мы в больнице, и туда-сюда 5-10, и походу намечается самое интересное, но этого, наверное, интересного мы не увидим, но сейчас посмотрим, ладно. Так, да, я закрыл дверь, короче, вот, спрашивали, это требует смелости, там ля-ля-ля-та-па-ля, вот, я закрыл дверь, но что, если кто-то снаружи? Тебе нет необходимости об этом думать. Ну я думаю, тогда перестань, опача. Ну я стихонько выдохнул, обвел своей рукой мою спину, и вот так я позволил ему поцеловать меня. Он сильнее надавил на мои губы, но потом чмокнул щеку, как бы говоря, чтобы я открыл рот. Просунул свой язык в мой рот, он обвел им по моим зубам, медленно облизывая их. Я услышал, что что-то звякнуло мои зубы, я вспомнил, что в языке у Нойза есть пирсинг. Он делал то же самое раньше, теперь я вспоминал об этом, когда это было горячо, но я никогда не представлял, что это будет чувствоваться так сейчас. О, господи. Как всегда, фух, я был руками шею Нойза, когда мы перепилили наши языки и посасывали их, как леденцы мороженое. Временами я поглаживал затылок Нойза. Не там гладишь, надо в другом месте гладить. Жар в моем теле возрос, я и сознание поплыло от этого глубокого поцелуя. Сначала я прислушивался к шагам за дверью, но потом стал замечать их все меньше и меньше. Я медленно перенес весь тело и уложил Нойза на кровать. Когда мы разъединились, тонкая ниточка слюны протянулась между нами. Еще больше слюны капало с моего рта, пока мое горячее дыхание растворилось в воздухе. Откинув свою голову на подушку, Нойз глядел на меня замешательством. Что? Я думал, тебе будет тяжело двигаться. Ты же не хочешь сказать, что это все. К тому же ты... Или ты хочешь оседлать меня, будучи сверху? Господи, нет, что по-тихому там аккуратненько, они тут на всю больницу. Давай, опашь меня, Петровича Геннадий. Хуярь меня в жопу. Ну, это близко к тому, что я задумал. За херачь мне шприц свой в жопу. Серьезно? Веки Нойза неожиданно затрепетали, будто бы он думал, что я шучу. Это слишком смущает говорить такое? Ты же ранен, ты не можешь слишком много двигаться. Но старший хочет обслужить меня? Поразительно. Старший. Мой старший, подожди, заткнись скорее, будет плохо, если кто-нибудь придет. У тебя не то настроение. Нойз улыбался, будто бы говоря, покажи мне, что умеешь. Я раздраженно заткнул ему рот поцелуем. Сначала мы лишь соприкасались с губами, но потом это переросло в нежный поцелуй. Я развел узел на одежде Нойза и запустил внутрь обе руки. Его кожа была немного горячая и сухая. Пока, видите, можно читать, пока все нормально вроде бы. Но сейчас чуть-чуть и перестанем. Я провел руками по его груди, к животу, ниже к бедрам. Стой. А? Неожиданно Нойз заговорил серьезным тоном. Я остановился. Побудь так немного. Нойз положил свои руки поверх моих и закрыл глаза. Они теплые. Ощущения твоих ладоней и пальцев горячие. То есть показывают нам, видите, что он чувствует. Так вот о чем он. Теперь Нойз сможет чувствовать. Прежде чем чувства прикосновения к чему-то, были у него притупленными и почти нераспознаваемыми. Но теперь он может ясно чувствовать меня. Для обычных людей это нормальное чувство, но для Нойза это важный первый раз. Я не двигался, как Нойз и просил. Через какое-то время Нойз открыл глаза. Увидев это, я медленно провел руками вниз. Я поглотил пирсинг в его пупке, проведя по прессу, и постепенно провел пальцами вниз. Полутвердый крейсер Нойза теперь обнажен. Пирсинг на нем был отчасти отталкивающим, но в то же время каким-то возбуждающим. Я передвинулся, лег на ноги Нойза и склонил свою голову. Так, сейчас вот, вот сейчас вот, вот сейчас вот уже все, 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 все началось, короче. Короче, друзья, что я хочу сказать по поводу вот этого момента, где я говорю, что я буду с вебкой и я ой на эти моменты. Опять же, друзья, все в донате. Ссылочку оставляете, кидаете там, и я вам кидаю видосик отдельный. Вот, а так мы будем передвигаться дальше. Но, в принципе, я прямо сейчас запишу, и там, кстати, да, интересно с вебочкой. Ну, короче, смотрите сами. Донатите, и я вам кидаю ссылочку. А так продолжаем дальше. Так, ну что, друзья, мы закончили этот момент, записали. А вот, ну, как бы, перешлем его, конечно же. Все, так, идем дальше. Так, 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 это было очень, это было очень здорово, да? Так что, подожди, 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 опять я сбился, опять же я сбился. Ну, что ж такое? Как же трудно тут найти. Вот потому, что что-то писает нойз в мои глаза. Да, подожди, он вроде бы вот, чмокнул меня в губы, после чего посмотрел мне в глаза, да? Да, вот, и вот, это было здорово. Ммм, это было ужасно неловко, слышать такое прямо в лицо, так что я отвел взгляд. Это было очень довольно прямо линейно и честно, и... Что насчет тебя? Э? Тебе не понравилось? Ничего такого, но... Ммм, но смотрел на меня с усмешкой, он реально получает удовольствие от моих реакций. Я вытащу его. Отвернув лицо, чтобы скрыть смущение, я приподнял брови. Я надеюсь, сейчас ничего не покажут нам? Я задержал дыхание, чувствую, как он вынимает члены из меня. Господи, что-то теплое подекло по бедрам из моего зада. Это какашки, это подлива к пюрешке. Надеюсь, никто пюрешку сейчас не ест. Черт, мне надо чем-то вытереть. Вот. Когда нойз вытащил салфетки из коробки, что стояло на прикроватном столике, и вытер это, я почувствовал на себе его взгляд. Что? Может, хочешь внутрь и внутри вытереть? Что? Да, знаете, штука, которая вантус, который там в туалетах вытирают, вот, ее как раз в него, внутрь. Ной созерно улыбнулся. Раненые люди вроде тебя должны хорошенько отдохнуть. В этом, как он называется, в гробу. Ха-ха. Ау. Я щелкнул нойз... Ной... Ной... Блядь. Я щелкнул нойза по лбу. Эти... Как он называется? Деревяшкой, да? И вытащил еще салфеток. А, монтировкой. Белые капли молочка были на животе у нойзы. Это я недавно... Нойз вздрогнул, когда я взял салфетки и стал вытирать его живот. Эй, не двигайся, ты не сможешь выделить сам, так ведь? Ха-ха, щекотно. Увидев его лицо, я почувствовал, как что-то шевельнулось глубоко в моем сердце. Это настоящая улыбка, первая его, которую я увидел. Думаю, он правда очень милый парень. Вот, сделано. Когда я пошел выбросить салфетки, я встретился взглядом с нойзом. Он все еще улыбался, так что я притянул его к себе и легонько поцеловал. Ммм, ребенок. Чего это? Ничего. Нойз выглядел немного разозленным, но вскоре его улыбка вернулась. Когда я выпишусь, я тебя, блядь, убьем нахуй. Мы будем делать и некоторые другие вещи. Ты маленький извращенец. Разворошил волосы нойза своими руками. Я никогда не думал об этом, но когда в последнее время он проявляет все больше эмоций, это делает меня действительно счастливым, сохраняя эту небольшую радость, не прошли мгновения. Так, у нас тут перевод кончился, сцена заканчивается, и вот. С тех пор, как Нойз был на реабилитации, в больнице прошел месяц. Мы определенно поняли чувства друг друга, и физически, и моментально, но есть кое-что, что мы еще не сделали. Вы уже все сделали, куда? Хватит. Все, хватит. Но на самом деле, тоя мы не узнали. Что там, что там, что там, что такое? Только не говорите, что сейчас опять поломается четвертая стена. Ооо, ааа, блин. В райме не подрались, реально. Я и забыл об этом. Я и тупо забыл об этом. Ну, сейчас посмотрим, кто кого победит. Интересно. Кролики? Кролики. А вот и Нойз. Опять в этой шапке дурацкой какой-то. Ну, вообще не идет она ему, эта шапка. Это. Наконец-то пришло время. Да. Да-да, пизда. Была вся эта история с платиновой тюрьмой. И потом ты лечил свои раны. Я думал, ты все еще не решаешься на это. Но если я, блядь, с тобой трахался, то... Холи, блядь, это спокойно вообще. Еще легче легкого. Не так, я хорошо запомнил, мы же обещали друг другу. Но я хочу сказать тебе одну вещь. Да. Я тогда подливку все-таки в пирешку добавил. Я не хочу использовать на тебе скраб. Я даже не знаю, как это делается. Ты согласен с такими условиями? Да. Я совершенно не верил, что проиграю. Планировал полностью закрушить тебя. Но сейчас все по-другому. Я просто хочу сразиться с тобой. Все равно выиграю или проиграю. Подожди, а что с голосом? Почему голос другой? Райм, это единственное, что позволяет мне чувствовать себя живым. А, это Нойз, говорит Тюблин. Поэтому, Ауба, сразись со мной, покажи мне все, что можешь. Ну, только жопу член я не показываю, уже показывал. Конечно. Ауба инструкции. Вперед. Опа. Ренчик. Пельменчик. Райм, наступай в полную силу. Пью. Пью, 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 пью. Да. И вот она. Полная сила. Подожди. Я что-то не понял, почему. Да, вот она. Да, вот она. Полная сила. Вот. Гибель. Сет, гибель. Принято. Рен, защита. Понял. Рен, слава. Понял. Пизелка. Это прайморская пизелка. Защита. Принято. Он говорит что-то про типа контрудар, но это не написано. Так, ладно, окей. Как вы думаете, кто победит? Напишите в комментариях. Кто, блядь, победит тут? Я думаю, они сейчас друг друга ответят хорошенько. И все. Контратака. Обычно ты сможешь добавлять в них моды, твой напарник просто старье. С двух сторон разрушения, переобразовывающиеся в уничтожение. Сет, разрушение, уничтожение. Принято. Такие милые кролики, которые убивают. Ох. Смотрите, он становится, походу, сейчас пожестче, да? Рен. Ох. Защитное поле противника получает 91 урон. 91 процент. Защита Рена сломлена. Следующий удар придется по тебе. Обычно это просто игра, но не сейчас. Я сокрушу тебя до битов. Если ты не хочешь этого, используй свою силу. Нет. Ни за что не использую. Рен, слава, понял. Короче, он, мне кажется, использует ее все-таки сейчас. Дальше. Честь. Понял. Защита. Защитное поле получает 34 процента урона. Мой черед. Это будет конец. Используй с двух сторон разрушение и уничтожение. Разрушение и уничтожение. Принято. А, опа. Все. Выносливость соперника получает 68 процентов урона. Все, черт. Так ты выдержал это, но без защиты своего напарника. Следующая атака будет простой. Если ты прикажешь Рену использовать его сильнейшую атаку, половина урона вернется к тебе. Твое тело не выдержит этого. Если ты прикажешь использовать слабую атаку, следующий удар будет последним. В любом случае, все кончено. Нет, не кончено. Ты идиот. Ты умеешь проигрывать? Ты только что сказал, что это будет конец. Но я еще не проиграл. Я не сдерживался. Я просто пытался быть мягче с тобой. Потому что теперь ты знаешь, какова боль. Ха. Но я больше не буду мягок. Потому что по сравнению с реальной болью, это ничто. Следующий шаг будет последним. Безо всякой защиты и пользуйся силой, полную силу мы атакуем. Если ты продолжишь защищаться, это будет моим поражением, как ты и сказал. Рэн, вперед. Понял. Защита. Используй 4 оборотов, 5 оборотов, 6 оборотов, 7 оборотов. Наша защитная стена получает 56, 68 и продолжает получать урон. Короче, походу, все сейчас будет жестко. Ауба, опасность. Эй, разве не больно? Прекрати. Не прекращу. Ни за что не останавливаюсь. У нас сейчас закончится защита тоже, и пиздец нам будет. Черт. Мне не нравится смотреть, как ты причиняешь себе боль. Я не такой чертов садист. Опа. Аннулирование защиты, серьезно? То есть, он получит весь урон на себя? Да ладно. Он получил весь урон? Серьезно? Хм. Хм. После того, как мы закончили сражение в рай, мной исчез из моей жизни. Охренеть. Почему это? С тех пор прошло 3 месяца. А, он, наверное... Подожди. Он, короче, поддался, как я понял. Но зачем? Он же хотел выиграть. То есть, он его настолько любит, что он поддался? С тех пор прошло 3 месяца. Сегодня я сидел за стойко в обычном, как всегда. Мои глаза следят за всеми привлежными Бонженкуном, который подметает в магазине. Произошло много странных событий, но сейчас я живу своей жизнью, как будто бы все это мне приснилось. Полагаю, очень счастлив от этого. Я думаю, он сейчас придет. Но что-то пропало из моей жизни. Нойс. Я все еще не уверен, куда он пошел, но после того сражения в рай, он не связывался со мной по имейлу или по телефону. Не успел я и опомниться. Но прошло много времени. Сначала я искал его, будто бы от этого зависела моя жизнь. Но постепенно я понял, что лучше меня будет остановиться. Битва в рай с ним. Я победил, не используя скраб. Познав боль, он не мог больше играть в рай так же, как и раньше. Полагаю, он все еще достаточно силен. Именно по той причине, что я победил. Но именно по этой причине, что я победил. Я подозревал, что Нойс, возможно, осознал тот факт, что он изменился. Тем не менее, он вызвал меня в игру. В отличие от того... В отличие от того... До того, блин, тут перевод неправильный, буквы неправильные. Он жаждал матч-реванш, потому что был одержим фактом, что проиграл мне. Сейчас я думаю, что он хотел сразиться бы со мной, когда мы оба были на равных позициях. Людей, которые знают боль друг друга. Поэтому не хотел проигрывать. Я не хотел позволить себе проиграть. Потому я хотел, чтобы он понял, что даже если он знает боль, он все еще может не выиграть прайм. После игры Нойс поздравил меня с обычной улыбкой. И после этого я больше никогда его не видел. Может, это потому, что гордость Нойса разбилась на куски из-за того, что я победил. Может, я не должен был выигрывать. Недоумение и сожаление возникало от таких мыслей. Ну, и перестал об этом думать, что это неправда. Нойс не был таким человеком. Нойс не был... Так, подожди. И хоть я не знаю, куда у меня сегодня глаза болят. Извиняюсь, что я так читаю по конченному. Но я просто не могу уже читать нормально. И хоть я не знаю, куда он ушел, уверен. У него были какие-то планы. Просто нужно все-таки добить эту серию. Так что вот, я как бы стараюсь для вас. Так что, ну, то есть концовку я хочу добить. Чтобы потом уже взять Минка. А потом уже будет Клия. Нет, Клия просто пипец как интересен. Но так что с ним все прекрасно где-то там. Я решил думать так. А оба. Рен, свернувшийся у меня в ногах, посмотрел на меня. Следующие реально, вот Минк и Клия, они самые необычные. Эти были какие-то, ну, такие вот, простятские. А вот что с Минком будет, мне вот действительно интересно. И с Клия. Ну, с Клия больше всех мне интересно. И с Реном еще интересно очень. Но до этого, пока мы дойдем, твои чувства. Такие же неустойчивые, прористые. Порывистые. Хотя обстановка в руке не изменилась, ты в порядке? Я в порядке, в порядке. Просто нужно время. Верно, пройдет время и... Аобаку! А, да. Я услышал голос Хагасана. Сзади выпрямился и обернулся. Хагасан принес большую белую коробку и поставил ее на прилавок. Ты можешь проверить содержимое этого ящика? Да. Когда я поднялся со стула, чтобы проверить содержимое ящика, я заметил, что Хагасан смотрит на меня с улыбкой. Мне, походу, прислали какую-то, да, посылку. Что-то не так? Нет, прости, не вери в голову. Я просто подумал, как замечательно снова работать с тобой. Недавно я понял, как здорово прожить дни по обычному распорядку. Это действительно так. Да. Мы с Хагасаном почувствовали некоторую грусть. Атака! Как давно я не видел этих пиздюков маленьких. Атака! До сих пор ведете себя, как дети. С озорным криком трое детей ворвались в магазин, как шторм. Ах, вы паскуды, твари. Да я вас убью сейчас нахер. Да, враг обнаружен. Обнаружен. Начинаем наступление сейчас. Сейчас. И не наступайте мне на пальцы. Ребятня увидела Бонжин Куна, занятого уборкой. Начала носиться за ним. Опять они Бонжин Куна этого мучают. Рэн спрятался где-то между коробкой, чтобы на него не наступили. Стой, 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 не убегай. Стой, стой. Ах, вы трое, не бегайте, пожалуйста, по магазину. Я вас, блядь, убью сейчас нахер. Просто замолчай, плеше вы. О, опять. Опять. Пле, пле, пле. Ты идиот, братец. Все. Что вы только что сказали? Пиздец вам. Кио сказал запрещенное слово, а темная аура плата я одна взметнулась вокруг Хаисана. Вы думаете, они научились не делать этого до сих пор? Что это было? Вы могли бы повторить еще раз? Что ж, прошу. Пле. Бежим. Вы мальчишкой, правда, глупцы. Мальчишки. В этот миг дверной колокольчик зазвенел, прерывая столь оживленную атмосферу. Бежим. Бежим. И врезали с кого-то. Ну, а как вы думаете, в кого же они врезались? Кио, который побежал к двери, врезался в клиента, вошедшего в магазине. Эй, Кио. А то клиент. Ой, простите. Извиняюсь, да? Хаисан запраниковал, его страшная аура исчезла в мгновение ока. Прошу проще. Когда я увидел того, кто... Все в порядке? Когда я увидел того, кто вошел, мое сердце замерло. Это же... Я. Вы? О. А, тот самый извращуга! Помните, Нойс брал эту девочку или что-то там, я помню. Ну, и, да, пиздец. Я должен был... Я должен быть в полном порядке. Одиночество должно было уменьшиться со временем. Но парень, который... Что, бля? И что, как он... Аааа, блядь. Нет, как ты выглядишь, чувак? Нет, оденься обратно в той же шапочке, в которой ты был. Не надо. Что это за одежда? Нет. Господи, она не идет тебе никак вообще. Ааа, блядь. Нойс, ну дурак, блядь. Оденься нормально. Как он был? Лучше так, как было. Но парень, который был причиной этих чувств, неожиданно появился передо мной. Это, конечно, важно, но то, что больше всего удивило меня, это его внешний вид. Кто? Сейчас это правда зрелищно. Нойс вглядел очень модно в костюме. Да не модно, у него голова даже не подходит к этому костюму. Его волосы были уложены, у него больше не было ни одного пирсинга на лице и руках. Да не Нойс уже, это какое-то вообще непонятно что. Он что, предложить сейчас нам на продажу пылесос будет или что? Я не пойму. Не сплю ли я? Вот. Улыбка распустилась на его лице, он подошел ко мне, стоявшему там в шоке. Ты как, все еще работаешь здесь? О, у тебя все еще ужасное выражение лица. А у тебя ужасное выражение от твоей одежды. А ты сам, чего это ты нежно пришел сюда в костюме? Мне идет? Не идет, идиот! Ты все это время не звонил мне. А когда я пытался дозвониться, ты тебя никогда не отвечал, но пошел, прахи! Я на тебя вообще потратила столько времени, траховая соба, ты падла. А теперь неожиданно приходишь в магазин. Внутри моей головы все перемешалось в панике, так что я даже сам не мог понять, чего хочу. Что хочу сказать? Но что-то росло в моей груди, когда я смотрел на его лицо. Я встал со стула и зло посмотрел на Нойза. Ах ты мелкий, где ты все это время был-то? Ты ни разу не звонил, не присылал ни одного сообщения. А потом пританцевал в магазин, одетый костюм и спрашиваешь, идет тебе? Твои шутки зашли, славится далеко вообще. Ты волновался? Волновался? Ты еще и спрашиваешь, конечно волновался. Тебе была одинока? А, одинока? Да, ты думал, чтобы увидеть меня? Ах ты! Ну, успокойся, не воспринимай это серьезно. Нойз обхватил меня, стоящего в ступоре, за затылок и притянул к себе. А потом, как всегда, поцеловал. Но нам этого не показали. О, Бакун, вы что, блядь, педофилы-извраченцы, эротофилы, мазофилы, бедрофилы, что ли, и нойзофилы? Вау, они целуются. Серьезно, что ты делаешь? Не при всех же, господи. Я почувствовал, как мои щеки краснеют, прикрыв свои губы тыльной стороны ладони. Он в магазине? И Хагасан видел эти малявки тоже. Ты совсем не изменился. Правда? Я приехал сюда, чтобы связать несколько потерянных концов. Связать? Да, в любом случае, я пришел забрать тебя сегодня. Забрать меня? Ну, испритворился, что затягивает узел галстука. Ради этого я вернулся в дом своих родителей. В дом родителей? Куда это? Германия. Германия? Хай, Гитлер. Он проделал долгий путь. После того, как ушел из дома, я никогда не возвращался. Мои родители и младший брат искали меня. Увидев меня, они заплакали. Когда пропал, мой брат учился, чтобы стать приемником в компании моего старика. Он был счастлив лишь, что я не против стать его помощником. А когда мои родители извинились, думаю, они не особо грустили, но, по крайней мере, я смог вернуться назад. Ну, видите, у Нойза все хорошо. Кажется, я слишком долго объясняю. А, я слушал Нойза в немом удивлении. Действительно, он стал парнем с обязанностями. Мне всегда было интересно, где он, что он делает, но я не могу даже предположить подобного. Ты правда удивителен. Если я не смогу держать себя в руках, то был бы просто каким-то неудачником. Ты что-то будешь делать? Ты идешь? Не так ли? Нет, не так. Не хотел бы пойти со мной, вот. Ты идешь, нет, не так. Господи, как бабу приглашают на свидание, как будто бы не в состоянии ответить. Я молча смотрел на Нойза. Я не так представлял его возвращение, и совершенно неожиданно. Но я счастлив, что он прямо рассказал о своих чувствах. И он даже стал ответственным. Он зашел так далеко, чтобы прийти и забрать меня. Но моя жизнь здесь, а также бабушка. Так что это непростое решение. Что же мне делать? Как я должен ответить? Абакун, ты же всегда можешь вернуться назад, если захочешь. Джеки Чан делает, да, говорит? Я смотрел на Хагасана, пораженный тем, что он сказал. Ты сомневался, верно? Ты, наверное, думаешь о Тая-сан, о бабушке. Но все будет в порядке, и ты уходишь не так далеко, чтобы никогда... Ну, чтобы никогда не увидеть друг друга. Ты можешь... Подожди, не так далеко, чтобы никогда не увидеть друг друга. Ну, ладно, хорошо. Ты можешь связаться с ней по телефону и по сети там. А также мы здесь. Все будет в порядке, если ты поговоришь с Тая-сан. Хагасан? Я не знаю обстоятельств, но если ты сомневаешься, не значит ли, что этот человек дорог тебе? Тогда я думаю, ты должен слушать свое сердце. Если ты поступишь, я уверен, Тая-сан будет очень рада. Да, ну не до старости же с бабушкой жить, да? Ты же парень. Кио подошел к Ной, заткнул хоть какой-то. У нас тут есть малой, который более-менее соображает, что происходит. Кио подошел к Ной, заткнул его в сторону указательным пальцем. И Нойз приподнял брови. Я похож на девушку? Не, но тебе нравится Аоба, даже если он парень? Да, это так. Ты извращенец. Извращенец. Какие-то проблемы. Кроме того, мне нравился бы Аоба, даже если бы он был не парнем. Но если бы он был не парнем, тогда я еще понимаю, если бы он девушкой был бы. Или монстром, да, какими-нибудь стентаклями. Он снова ведет всех, как ребенок. Ио замолчал, и снова указал на Нойза. Понял, с этим ничего не поделаешь. Тогда тебе лучше позаботиться о нем, потому что Аоба настоящий идиот. Да, он настоящий глупец. Да, его малявки, хватит за к ней идиотом. А где он, Нойз? Когда он пришел, она убежала вся красная. Да, девочкой пошла шликать просто. Она просто и ставит лайк. Блуд Линеса убежала. Она? Нойз приложился... Ну, она испугалась того этого. Нойз приложился к ее руке раньше. Может, это было слишком большим шоком для нее. Она маленькая девочка, и ее поцеловал кто-то практически... Какой-то практически гигант по сравнению с ней. Педофил. А? Мио? Дверь открылась и вбежала Мио. Эй, подожди, вот. Она вся покротневшая до ушей уставилась... Ээээ... Остановилась перед Нойзом. Нахмурившись, она потянула... Протянула ему кое-что. В ее руках был пистолет. Она застреляла нахуй. В ее руках был смятый конверт. Письмо? От Боатричи письмо. Ты что, глупая? Посмотри получше. Нойз взял конверт. Она мюхмыкнула и отвернулась, крестив руки. Что это, письмо вызов? Типа, как перчатка в лицо. Челлендж. Челлендж, как пранк, которые вышли под контролем. Я изогнул шею и взглянул на то, что было в руках Нойза. Это... Слова... Лубовное послание. Ну, типа, любовное и... И любовное... Короче, когда вы пишете... Ну, я в детстве когда тоже писал. Допускал ошибку. Не любовное писал. Не люблю, а лублу через У. И получалось вот так вот. Красная... Красной постелью осветилась на розовом конверте. Подожди, это Мио признается Нойзу? Жимой, что это такое? О нет, о черт, я ухмыльнулся. Не думаю, что я могу перестать улыбаться. О, ничего себе, дамский угодник. Да, Мио, походу, влюбилась в него. Но, Мио, тебя придется разочаровать. Он не по маленьким девочкам. Ну, педофил, но... Может быть, должно быть немного озадачено. Это забавно. Он вежливо взял письмо и положил в карман. Потом посмотрел на Мио. Он присел и посмотрел Мио в глаза. Эй. Что? Спасибо. Он похлопал Мио по голове. Не правильно. Ты можешь не читать его. Эй, ты. Братья вырвались вперед перед сестрой, широко разведя руки. А оба забирай, но нашу сестренку не отдадим. Ни за что. Давай сразеемся. Да, в райме. Да. Да, мальчишки такие глупые. Вам не надо волноваться. Сказав так, Нойз повернулся ко мне и перепрыгнул через стойку. Что, чего он еще хочет? У меня есть этот парень. Мне хватает этой жопы, да? Опа. Пока я пытался понять, что он хочет сделать, но исподнял меня. Молодые люди такие сильные. Опа. Опа, леньте. Господи. Не ворв... Так, пусть идёт. Что ты делаешь, придурок? Не ворвайся, ты же упадёшь. Эй. Извини, когда-нибудь ты станешь прекрасной девушкой. А, я думал, то он на обе говорит. Это он говорит Мио. Ммм, я знаю, это и без тебя. Однажды я собираюсь найти человека получше тебя. Опа, твой пульс неожиданно подскочил. Кажется, твое сердце вот-вот разорвётся. Ты не должен докладывать в чем-то подобном. Я просто не понимаю некоторых вещей. Как... Так же моя сила. Я не знаю, что случилось со скрапом или тем парнем. Вернётся он ещё или нет. О, лянь, какая вообще офигенная. Тут это, блин, просто огонь. Но у меня ощущение, что теперь всё в порядке. Все они здесь из-за меня. Но и сам мне сказал, что, чтобы не случилось, он что-нибудь придумает. Это не было обещанием, но всё же обнадёживало. Так что, я думаю, всё будет в порядке. Если я позволю себе насладиться ещё немного больше, возможно, я могу прожить свою жизнь и в этих неизменном мирных днях. Крутой конец, конечно. Блин, ну, как бы сказать, вся новелла такая, ну, весь рут такой себе был. Ну, концовка классная. И вообще, вот эти вот моменты мне очень понравились. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Реально, Нитро и Чирал охрененно бахают новеллы. Просто вообще вот сочные. Я не знаю, кто-нибудь там, парни и девушки, или грибоеды какие-нибудь там, или бульдозавры. Короче, с вами был Блудлин, и следующий рут будет Минг. Ждите его обязательно. Вот. И потом будет Кли, а потом будет Рен. И оказывается, что Рен, это только на Рене мы узнаем всё. То есть, истинная концовка. Я надеюсь, что там будет получше, чем в Свитпуле, потому что в Свитпуле была полная срака. А с вами был Блудлин, с хорошего настроения. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, в Инстаграмчик, на второй наш канал, там, где стримы идут. Подписывайтесь везде, всё будет круто, и всё будет охрененно. Короче, вот. И спасибо, да, за лайки, за рисуночки ваши и тому подобное. Будем дальше проходить. Игруха классная, всё-таки, да. Побольше бы таких бахали бы. И похер, что она яойная и насрать. Ведь главное сюжет и атмосфера. Вот такие дела. Пока-пока.